Добрый день, дорогие! Добрый день! Добрый день, дорогой Андрей Александрович! Ну что ж, дорогие, дождались пятницы, духовный день. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о духовной, душевной составляющей человека. Дело в том, что путь зла, он вначале очень легок, а потом становится очень тяжел. И наоборот, путь добра сначала тяжело начинается, а потом легко. Поэтому дело выбора каждого человека, по какому пути идти, какие его действия совершать. Всем мил не будешь. Разные интересы, большая конкуренция среди людей, и некоторые требуют особого внимания для себя, плюс потребительство, которое нас окружает, предполагает определенные соревнования и взаимодействия. Как только человек начинает заниматься бизнесом, все получается, обязательно появляются различные конкуренты, завистники, копирайтеры, которые пытаются скопировать все ваши действия, подсидеть вас, рядышком магазинчик открыть, перебить клиентуру. Вот такие есть умные, внимательные, наблюдательные люди. А когда не получается, когда конкуренция здоровая не выходит, они начинают обращаться к разным специалистам, так называемым, которые могут там среди ночи поехать на кладбище, что-нибудь прикопать. Все, что вызывает омерзение у нас, у некоторых вызывает восторг и вдохновение, что вот сейчас мы магию запустим, задействуем черные темные силы и помешаем человеку жить правильно и спокойно. Покой, конечно, должен нам только сниться. И я уже говорил, что конкуренции, всем мир не будешь, разные люди есть, те, кто обижается, те, кто не оправдал свои ожидания, не хотят себя винить, начинают искать извне источник своих бед и неудач, не понимая, что в них находится именно решение тех или иных ситуаций. Ко мне приходят пациенты и говорят, вот, проблемы, ситуации, начинаешь разбирать, человек работать не хочет, трудиться над собой не хочет, ему хочется от тебя услышать, что вот мне напустили порчу, заглазили, завидуют мне, поэтому ничего не получается, поэтому эти затыки. некоторые, а как вас отблагодарить? И начинают благодарить, соревноваться с тобой, а ты же ничего не нужно, живите легко и правильно. Начинают соревноваться, начинают пытаться что-то там воздействовать, влиять. Ну, это разные совершенно уровни. Одно дело наставничество, созидающее взаимодействие, ежедневный труд на светлой стороне, исцеление, гармонизация, молитва, медитация, дыхательные упражнения, дыхательная гимнастика, позволяет нам сохранять нашу внутреннюю и внешнюю чистоту. Соответственно, разные люди, есть куда деваться, и с ними необходимо взаимодействовать. Потому что существуют простейшие элементы защиты, сброса, негатива. Есть более действенные, мощные, направленные методы, при которых можно погасить агрессию и остановить агрессора. Пусть он занимается своими вопросами, своими делами. Начитается разных книжечек, там, Степановой колдуньи, что вот там рецепт такой, чтобы свои проблемы, все болезни прошли, нужно не спортом заниматься, неправильно жить, некачественно взаимодействовать с родными и близкими, а пойти просто ночью на кладбище, посвятить могилку, посмотреть, чтобы с таким же именем попался умнейший человек, и все свои проблемы, болезни закопать. Вот. И так сразу ты будешь здоров. Вот такие вот рецепты, вот такая дикость, такое средневековье присутствует у нас. Но ничего. Мы-то понимаем, что это не действует. Психологически, может, как-то человека временно успокаивает, переходит из острого состояния в хроническое состояние безнадежности потом. Побегал, побегал по магам, колдунам, а ничего не работает. Ничего не получается. И начинает человек еще отчаяния, еще пытаться злиться уже на всяких колдунов и магов, а не на себя, опять же, да? Вот есть такие бестолковые люди, поэтому призываю вас внимательно анализировать. Я понимаю, что, может быть, у них нет такого наставника, как Андрей Александрович, который вовремя подсказал их, поддержал. Но, тем не менее, здравый смысл и жизнь продолжается. Мы же смотрим, вокруг наблюдаем. Симптоматика порчи очень проста. Просто некое раздвоение в человеке присутствует, что человек дополнительный груз на себе несет. Чужой груз. Та сущность, которую могут вселить в тело человека, то есть, напустить порчу, беса вселить в тело человека, может вызывать раздвоение личности, парадоксальные различные состояния, агрессию, злобу, ненависть. То есть, ту черную составляющую каждого человека, которая регулируется, прорабатывается. Да, есть выплески определенной ярости у каждого человека, и отчаяния, и злости, и гнева, но мы же не можем находиться постоянно в этом состоянии, ненависть, и злости. Это прошло волной, и вас отпустило, и лицо сразу повернулось к свету. Когда пространство черноты занято уже, только пространство светлого открывается, и мы действуем. Часто люди списывают то, что они не занимаются своей здоровьем, своей жизнью, на чужих людей. Приходит такая пациентка, ты смотришь, прошу прощения, смотришь на ее, а она транслирует тебе ментально. Скажи, что у меня страшная порча, что мне там такой-то или такая-то сделали на смерть. Я уже побегал по нескольким целителям, и все в один голос говорят страшная порча. А ты говоришь, вы знаете, вы пробежали по нескольким целителям, они подтвердили, что это порча. Но я хочу вам правду в глаза сказать. Кто-то должен же вас остановить, объяснить, что вы находите в иллюзиях, бегаете, вас оптимизирует на короткий срок, обещает вам снять порчу. Но ничего не происходит. Все возвращается на круги своя. Поэтому понятно, что есть такие люди, как лекуши, так называемые, которым надо пройти 20 целителей, чтобы осознать, что все внутри находится этого человека. Нужно пробуждать себя, научиться управлять своей жизнью. тем не менее, мы понимаем, что есть негативные влияния, и оно распробивает человека с завистливым вниманием, эмоциями, гневом, злостью. Бывает. Но мы не можем находиться в этом состоянии постоянно. Угнетение, разбитого состояния. Да, приливы и отливы возникают, но тем не менее, солнце светит всем одинаково. Поэтому существует молитва, существуют люди, которые могут посредством молитвы, поста, подсказок сориентировать других людей, помочь им очиститься от скверны, от этих грехов, от этих наслоений. Да, и сам человек может загнать себя в определенные ловушки, погрузиться в ненависть, злобу, соревнования не самим собой, а с чужими другими людьми. И ресурс растрачивается, и человек сдулся. Вот, например, как молодой человек жил в семье, но не получается жить. Разошелся и пошел в другую семью, нашел себе другую семью, а там совсем по-другому, другой ритм совершенный, ему приходится там соответствовать, что улыбаться, больше, а не типичное для него, пылесосить и не типичное для него, насколько он выдержит пару месяцев и все и взводит, скажет, так лучше я в той семье жил спокойно, никто меня не напрягал, а тут совсем другое натяжение. Поэтому, да, люди создают определенное напряжение друг к другу. Так бывает. Так вот, бывает, что привязывают людей к себе, манипулируют манипуляциями, через секс, привязки всевозможные. И человек, как на веревочке баран идет и им управляет, манипулирует, влияет, воздействует. Значит, где эти привязки? На разных уровнях. Если по центрам мы посмотрим, по нашим нервным центрам, по чакрам, то могут привязать за голову, могут привязать за манипуру, чтобы финансово подпитываться от человека и его ресурс. Могут физическому телу позавидовать, повлиять, и человек вдруг начинает сдуваться, боли сустава, головные боли, хуже выглядит человек, рассеянные, невнимательные, энергия на нуле. Вот подцепили, похвалили, какой человек прекрасен, и сглазили его. И все, начинает сдуваться, пробили его ауру. Но это не критично, человек может восстановиться. Душек принял, сделал сброс, помолился, совершил небольшое паломничество и может разрешить эти ситуации, восстановить свое здоровье. Есть более долгоиграющие влияния и воздействия, которые могут несколько лет находиться в эфире, и человек несколько лет находится в страданиях. Бывает проявление порчи, заболевания делается. Симптоматика похожа на какие-то состояния болезни, а аппаратное обследование ничего не обнаруживает. Человек худеет, тает на глазах. Постоянные какие-то боли, которые смещаются, перемещаются в разные органы системы, перемещаются, обследуют, но результата нет. психосоматические такие состояния всевозможные. Есть реальные воздействия, когда человека могут довести до самоубийства, до самоубийства, заставить его закончить жизнь самоубийством, создать вокруг него определенную атмосферу. Ну, что ж, чем же лечится рода сей? Постом и молитвой. Человек исключается из рациона питания животную пищу кратковременно. Нет, это не вегетарианство, это аскеза, это пост кратковременный, чтобы не было животного, животных моментов внутри тела, выключить животное в себе. Поэтому исключается из рациона питания животную пищу и молятся, молятся, молитвы, это связь между вами и высшими силами. В этом молитвенном наступлении энергия не сходит на человека и происходит катарсис. Человек может страдать, плакать, падать, бесноваться. Ну, и различные другие состояния. То есть, в любом случае уже лучше становится, когда этот кризис прошел и человек это все вышло, идет процесс восстановления. Но одно дело освободиться, другое дело предвосхищать эти негативные влияния извне, а для этого ставят защиту. Защита это то, что нас представляет во внешний мир. Молитву прочитали, вокруг вас создается особое натяжение ауры, вибрация, чистота определенная, через которую не может этот завистливый взгляд проникнуть. Мысли, какие-то эмоции негативные в ваш адрес. Как с гуся вода это срабатывает, заземляет. Это есть предметы силы, религиозные предметы культа, которые человек носит при кресе к нашей или если он там другой веры, другой символ, который его соединяет с эгрегором или эгрегором религиозным, и это тоже создает определенную чистоту и врацию энергии человека, и он не пропускает негативное влияние извне. совершаются своеобразные инициации, посвящения. Когда человек в паломничество едет, например, он едет туда для чего? Чтобы обновить себя, найти ответы на свои жизненные вопросы. То есть это труд. Он трудится для себя, во благо себя и своей семьи, своей жизни. Это созидающее взаимодействие. Соответственно, вокруг человека создается определенная вибрация, самопосвящение, так вот, настройка, посвящение мест силы. И человек заряжается, перезаряжается, обнуляется и включается в новый совершенно ритм. Есть специально обученные люди, экзорцисты, которым это могут отчитывать. Есть всевозможные бабушки, которые отливают на воске. Тоже воск улавливает мастеформу, тем самым нейтрализует, выводит. из человека ковшечек над головой с водичкой ставится, воск растапливается, читается молитва разрешительная и выливается в воск в воду и идет захват этой мыслеформы и выведение из ауры и, соответственно, освобождение отливают. Вот такие примитивные простые методы, но очень эффективные. Они, видите, испокон веков эти методы применяются с начала человечества, как говорится. есть различные другие методы исцеления, а ранние, например, раннехристианские методы были освобождение от грехов, это создание новых грехов. Например, кровавая магия такая была, когда за каждый грех надо было в жертву принести овцу, быка, голубя. Мы читаем это, да, в Ветхом Завете. Но потом Сын Божий принял на себя все грехи человечества заранее от вас и отработал, чтобы люди любили друг друга от сердца к сердцу, перестали этой кровавой магией заниматься. Все уже предопределено и завершено. Но, тем не менее, остатки того подсказок остались у этого некоторые позиционирующиеся магами, колдунами пытаются жертвоприношение. Какие-то животные приносят в жертву. Но это омерзительно, мерзко. Ну и непонятно, работает ли это или нет. Можно чужой ресурс взять, но много ты на этом чужом ресурсе уедешь. Немного, когда-то он закончится и будет обратная связь, обратный удар, возвратка идет. Поэтому, когда начинают там, придумывают, что они такие маги, прекрасные, волшебники, и пускают кровь животным, закапывают внутреницы в землю, совершают какие-то ритуалы, обратно им обязательно прилетает и в короткий срок. Но мы же не такие. Да, мы знаем, что эти явления есть и предвосхищаем чтобы человек не пошел по этому пути. Даем шанс человеку, чтобы он осознал, тянулся к свету. Потому что потом размены очень слишком глубокие и большие. Отработка очень тяжелая. В страданиях, в болях свою жизнь не все закончатся. Ну и сегодня мы с вами прокачиваем наше душевное состояние, исключаем негативные влияния извне, всевозможные привязки, примирение, качественное взаимодействие с родными и близкими, воссоединение на уровне души, душевная совместимость. Пока я разговариваю, говорю вам, сейчас идет, идет тонкая настройка вашей души, идет процесс исцеления. Представляем поток голубого света сверху вдох, во все тело выдох, поток голубого света вдох. сознание очень хорошо, легко себя чувствуем, все проявления порчи, сглаза, наговора, проклятия, другие вмешательства извне, убираем полностью. Все привязки, манипуляции, влияние отсекаем. всевозможные магические ритуалы, которые по отношению к вам кто-то пытался воспроизвести, обнуляем. Все это туда, откуда пришло, уходит. Не примножаем зло, а один к одному отправляем. Туда, откуда пришло, туда и возвращается. И заказчику, и тому, кто это делает. Все проявления порчи, сглаза, наговора, проклятия убираем полностью, освобождаемся. Вся эта чернота уходит туда, откуда пришла, заземляется, отражается. Независимо от вашего сознания энергия распределяется, заполняется в пространство. Пространство созидания, осознанности, мудрости, пространство любви приумножается. Идет мощное взаимодействие от сердца к сердцу. Исцеляем, исцеляемся. Активизирована защита. Через вас идет благословение и исцеление ваших родных и близких. На них отражается благодать. Сделайте глубокий вдох. и от сердца направим благословение родных и близких вдох. Энергию направим наше пространство, гармонизируем наше пространство. Внимательны, собранны, защищены качественным взаимодействием, мудро взаимодействием с родными и близкими, поддержка, опора, мощное взаимодействие, любовь, взаимопонимание. Сделайте глубокий вдох и на выдохе тех, кто в глазах закрывал, открывайте глаза. Вся завершается. Люблю, благодарю, исцеляю, защищаю. Намасте, дорогие. Намасте, дорогие. Люблю, благодарим, evenance, любимая. Люблю, благодарю. Благодарим, дорогие. Отлично.